Была очень большая просьба по тому, чтобы клиент привез обязательно оригинальную турбину. В итоге он ее вернул, продавец сказал, что да, я обманул, это вот не оригинально, вернул. И пришлось перезаказать, то есть брали уже у нас. Привет, парни, с вами канал ОМЗАП и я, Евгений Денисов. Сегодня мы вместе с Анатолием будем менять на LX турбину. И я уверен, что там будет очень много интересного, потому что Анатолий, как всегда, рассказывает все в деталях. Пойдемте в сервис. Один из случаев решили снять, в первую очередь, по вашим просьбам. Просьбы были такие, что на двигателе H-A и H-B очень мало видео. То есть нету практически там очень мало. То есть в основном у нас там Grand Star X и т.д. У нас Hyundai Tucson с двигателем D4-H, турбодизель, 2012 года с пробегом 290 тысяч. Мы тут будем делать комплекс, комплекс по, наверное, замене турбокомпрессора и чистке впускного коллектора, замене его прокладок. Жалобы на то, что турбокомпрессор встает в аварийный режим. Он не видит, там у нас стоит электронный блок управления турбокомпрессором. Он же является, там же в нем стоит концевик, разбивает там тягу, разбивает шестерни. Мы сейчас покажем, в принципе, так. Турбокомпрессор будем менять здесь. Будем глушить клапан EGR. Программно будем его отшивать, снимать коллектор. У нас, потому что забило весь коллектор, выбило, опять же, ошибку по заслонке переменного холодного вкуса. Ошибку. Также датчик вот этого надува, который у нас здесь есть, он тоже был весь забит. То есть мы снимали, и там прям ужас. То есть будем снимать коллектор, все чистить, мыть. Так сказать, будем делать комплекс решений этих турбиной. Смотрите, о турбинке у нас все привез клиент. Вот, все, что я ему говорил, мы уже снимали. Это прокладка пускного коллектора, ой, заслонки дроссельной. Прокладка пускного коллектора. Прокладка турбокомпрессора обратки. Прокладка турбокомпрессора охлаждения. Это приемные трубы в верхней части. А, это между коллектором и турбокомпрессором. Это между турбокомпрессором и каталиком. Сажа у нас здесь нет. И прокладка в пуск. Ой, выпуск. Была очень большая просьба по тому, чтобы клиент привез обязательно оригинальную турбину. Это длилось очень долго, он долго ее искал, искал, искал. В итоге вроде бы нашел, привез, и она оказалась неоригинальной. То есть он привез, мы вскрыли ее, а там был неоригинал. В итоге он ее вернул, даже там как-то было так, что связывались даже с магазином. Я сказал некие отличия, то есть по коробке, по там, допустим, наклейкам на актуаторе, то есть и так далее, и так далее. Продавец сказал, что да, я обманул, это вот неоригинально, вернул. И пришлось перезаказать, то есть брали уже у нас, рубокомпрессор оригинальный. Турбина здесь довольно надежная, ходит долго, то есть, ну вот, отходило 300 тысяч, и есть смысл поставить и не морочиться именно новую. То есть новую оригинальную поставили. Ну вот, допустим, продали за 45 ему неоригинальную, это стоит 55. Оригинальная, вот все в коробочке, все, мобис, все как положено. То есть турбинка. Сейчас там такие отличия, покажу, чтобы вы столько вскроем. Было очень много ребят, которые пытались сэкономить на турбине, и в итоге они отдавали там в разы больше, и приходили к тому же, что приходилось ставить новый. Как правило, у них сам вал здесь внутри выходит крайне редко, то есть его там меняют, делают эти турбосервисы. Но проблема на самом деле вот здесь находится. Это электронный блок управления турбокомпрессором. То есть он же актуатор, пусть будет. Если железо китайское еще может быть и ходит, то электроника нет. Вот, и проблема является, тут могут быть щетки, там есть пластиковые две шестерни, здесь втулка, тяга, концевик, все это разбивается. И внутри есть концевик стоит, то есть там от А до Я. И как только появляется люфт, он не видит, что доходит до конечной точки и встает в аварийный режим. Вот здесь обязательно на турбокомпрессоре, вот здесь вот, номер должен быть выбит. Никакого шильдика, допустим, как привозят, там приклеенный шильдик, бумажный, там алюминиевый приклеен. Вот здесь тоже так же. Тоже клеят красивые разные, там красные, зеленые наклейки. Регулировка краска должна быть обязательно желтой. Тоже привозили тут и синее, и, не знаю, и черное, что-то только не было. То есть, вот мы уже взяли вот этот турбокомпрессор. Турбокомпрессор. Отличие турбины от Santa Fe и Sorento, там 2,2 HB, у них отличие только актуатор. Вот, в принципе, турбина вся одна и та же. И отличие, то есть, по замене турбина вот у нас стоит здесь, и вытащить довольно сложно. То есть, на Sorento и Santa Fe здесь очень много места. А здесь необходимо разобрать жабло. Ну, можно, конечно, и так сделать, но я разбираю. То есть, смотрите, мы вскрываем и видим сразу, сколько места у нас здесь находится. Для того, чтобы турбину снять, мы сейчас здесь соединим некую часть проводки. То есть, открутим сам каталик, уберем в сторону, даже не будем его вытаскивать. И потом турбокомпрессор вытащим наверх, соединим охлаждение. Так, ну что тут еще, в принципе, по коллектору понятно, что мы здесь все помоем, все почистим. EGR заглушим, по турбине все вроде сказали. То есть, поставим новую оригинальную и забудем. Раз и навсегда. Не знаю, сколько проходит. Может, счет 300, а может быть, 100. Движки эти, в принципе, не жалуются. В целом, мы вам много показывать не будем. Этот двигатель у нас же также встречается на Kia Sportage HA 2 литра. То есть, там также надо снимать жабло при снятии турбокомпрессора. AX35 и вот на Tucson. Но здесь точно такой же. Пробег, если не ошибаюсь, 290. АКБ я просто снял, поэтому мы сейчас не можем показать. Потом попозже глядем. Вот. Ну, в целом, все. Сейчас начнем снимать турбину. Коллектор сняли. Сейчас покажем, сколько там гадостей будем мыть. Здесь вот по максималке я вычистил колодцы в головке пускные. То есть, насколько смог, здесь был просто ужас. Столкнулся с такой штукой первый раз. Я сам как бы делал это на Santa Fe, на Sorento на 2.2. А здесь я столкнулся с тем, что при вытаскивании коллектора он уперся в дозатор. И мне пришлось его отвернуть. Тут на двух болтиках он под 25-й торакс. То есть, сейчас я его туда пока поставил, чтобы в избежание попадания мусора. Коллектор я подготовил. Сейчас выключим его. И по турбинке. Вот. Турбинку, смотрите. Получается, сажевый каталик мы отбросили в сторону. Вот он у нас лежит. То есть, там открутили внизу приемную трубу. Две опоры у него там сверху. Ой, снизу. Одна здесь сбоку. И уже крепится к этому. Вытаскивать советую в сборе. Вот. У нас получается охлаждение соединяем здесь, где есть. И там трубку давления масла. Потому что как трубки охлаждения отдельно, так и трубка давления масла снимается очень сложно. То есть, и поэтому турбину поснимаем вот так. Прокладочки. Опа. Вот так, паучка этого в сборе вытаскиваем. Так, и еще. Здесь сразу я уже пошел, заказал. Не знаю, есть наличие или нет. Необходимо будет заменить обязательно трубку. Вот у них болезненная. Вот здесь резиновый стык, который подтекает. Сейчас вытащу ее. Есть такая вот проблема у них. Бежит вот здесь мягкое снижение. Вот, видите, она болтается. И там все сзади залило маслом. То есть, при замене турбины или снятии там чего-то обязательно нужно заменить. Она будет идти в сборе. То есть, такая. Если даже вы просто турбину снимаете, просто узнайте по наличию. Мало ли, чтобы все это было. Все разболталось. Развальцовка. Не знаю, может быть поджатие что-то будет держаться. Но я думаю, навряд ли. Это у нас трубка подачи давления масла на турбину. Ее будем менять. Она ломается также крайне редко. Там раз в 200-300 тысяч. Поэтому не стоит с ней там что-то заморачиваться. Так, ну вот. В целом сейчас картина у нас. Так как делаем комплексом, все гораздо легче. То есть, здесь коллектор. Все, проводочку убрали. Там турбинка. А, кстати, там по поводу прокладки выпускного коллектора и коллектора я чуть-чуть поперечился. Дело в том, что здесь не нужно снимать. Это я спутал немножко с другой машиной. Есть такие ЕА и ЕБ. На этих уже не нужно так делать. Так, прокладочка здесь будет новая. По турбинке понятно, мы там все это заменим. Вот у нас прокладка там слива-обратки. Здесь двойная идет под охлаждение. У турбины видно, что она, конечно, такая... Ну, хотя, что тут скажешь? Здесь вроде сколов нету, осевого люфта нету. Все вроде хорошо. Вот здесь разбивает в самом актуаторе. Появляется свободный ход. Вот я не знаю даже. Вот он, наверное, даже чувствуется. Есть вот этот ход. Почему именно рекомендую ставить новый оригинал? Потому что неоднократно люди пытались там ремонтировать сам вал, ремонтировать актуатор. Все это мучились-мучились и приходили к тому же, что приходилось поставить новый оригинальный. Так же, как актуатор, он является блоком управления турбиной. Ходят слухи, что на неоригинальный он не видит ее, не подвязывается. Потому что, когда отдельно ломался актуатор, пытались ставить аналоговые какие-то актуаторы. И привязать их было очень сложно. Работали они некорректно, так же вставали в аварийный режим или что-то еще. А тут 290 тысяч отъездили, новую поставили и поехали дальше, в принципе. Ну, вот как-то так. Так, отправляемся на мой... Так, заслонку мы там помыли. Вот это у нас переходной фланец. Между клапаном EGR и впусковым коллектором. А вот в коллекторе у нас вся эта... Вот по этим заслонкам была ошибка. Вот они. То есть они не двигаются практически. То есть все это не работает. Здесь есть вот такие 2 пластиковые защелки. Если подковырнуть отверточкой, то они выходят. Ну и вот сам коллектор. С коллектора актуатора электронные сняли. Датчик надува электронные сняли. В избежание всякой гадости. Сейчас мы все это собьем керхером. Потом зальем химией и посмотрим, что как получится. Да. Это какой-то ужас. Турбину, кстати, будем ставить завтра, потому что трубки нет. Ну вроде бы как нашли. Слава богу, хоть одну последнюю там где-то в Москве нам повезло. Все-таки очень тяжело стало делать. Ну тоже тяжело. Привыкли где-то последние, наверное, 4-5 лет. Все было в наличии. Но сейчас вот в связи с вот этой непонятной пандемией, проблемы, то есть каждый день становится все больше и больше. То есть запчасти, машину уже выкатываем, стоят, ждут запчасти. То есть в наличии ничего нет практически. Там расходники-то. Вчера мы должны были закончить, но не закончили по причине подающей трубки давлением масла. Видите, она, да, здесь вся крутится вот так. То есть не должно это так происходить. То есть что это? Была течь масла. Она находится под турбиной в таком сложном месте, что не заменить ее было бы, ну прям, не знаю. Дальше. Приобрели трубку. БУ. Наступили тяжелые времена. В Москве нет ни одной трубки. Вообще нигде ничего. Ни на АА, ни на АБ. То есть это одна и та же трубка. Нигде ее нет. На разборке взяли, вот видим, что она не проворачивается. То есть у нас в защите мы проверили. То есть она вся сухая, никто ее не мыл, ничего. То есть будем устанавливать БУ. Потому что других вариантов вообще нет. Можно заказать, но там ближайшие недели-две. То есть и то, не знаю, откажут, не откажут. Так, под турбине. Понятно, что здесь разобрали. Все это сделали. Устанавливать лучше вот так, в сборе. То есть и вытаскивать точно так же в сборе. Турбину. Потому что потом засунуть трубки эти будет практически невозможно. Раз. И она на месте. Сразу. Не забываем охлаждение. Раз. И два внизу. Сейчас мы ее поднимем. Нам надо масло, подающую трубку и обратку, все прикрутить. Только потом мы будем соединить, саживать. Вот такой здесь есть полезный совет. Вот, если видно. Хомут должен стать вслед вслед, где он стоял на втором месте. Это все довольно такое капризно. Ну, вот, к примеру, покажу вот на этом по трубке печки. То есть, вот он стоит. Мы его сняли, поставили. И обратно, если мы его поставим вот так, то он, скорее всего, будет бежать. Процентов на 90. Поэтому нужно попасть вслед вслед, как сняли. То есть, по старому месту. И здесь также охлаждение, то есть, ставим. Их есть такая. Смотрите, здесь вот все, вот это в мазуке. На первый взгляд, вот здесь вот прям ужасно все выглядит. На первый взгляд кто-то скажет, что это поддон бежит или сальник каленвала. Нет. Это прокладка впускного коллектора, которую мы заменили. Она кидала вон прямо оттуда, оттуда в самом верх. То есть, по блоку все это сюда стекало вниз. И феерачило. Вот здесь, конечно, на коробке уже отдельно поддон. Вот здесь патрубок интеркулера. Ну-ка мы его подтянем. Не нравится он мне сейчас. Вот здесь этот патрубок, он не трогался еще ни разу вообще. Это муфта нагрузки, муфта затяжки. То есть, изначально была, чтобы хомут не перетянуть на заводе. И необходимо вот часть снятия этой муфты оттуда. Для того, чтобы... Там будет у нас подголовочку на 8. Просто я сталкиваюсь со следами, что кто-то пилит болгаркой, там что-то делает. Ну, ужасно, короче. Кто-то крутит там плоскогубцами. Надо взять бокорезы. Вот она, трубка справа у нас. Будет прикручиваться давление масла. А вот здесь будет прикручиваться фланец обратки. И вот так он у нас выглядит. То есть, вот он. То есть, там слив. Сейчас нам надо его прикрутить. И вот тут как раз-то вот он. Вот он, вот он, вот он. Здесь сразу гайку затянуть надо. Это рубине. Пока здесь ничего нету. Сейчас нам надо сперва притянуть, потом все ставить. Потому что потом будет неудобно это делать. Ну, вот так как здесь нет карданного вала и углового редуктора, тут прям, можно сказать, сказка. Вот. И здесь надо будет, получается, машину опускать и поднимать раза 4. Пока все не поймаем. То есть, поставили турбину, спустили вниз. Сейчас здесь затянули. Потом опустили. Одели, саживали, наживили. Потом обратно подняли. Здесь саживаю снизу опоры, наживили. Потом наверх. Вверх затянули, потом вниз затянули. И так вот. Чтобы была совосность, так сказать. Так, теперь, 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 эта штука. Так, вот теперь саживай. То есть, турбину у нас все, мы прикрутили. Жестко стоит все обратно. Теперь, поднимай, из недров саживай. Еще нам надо так же, вот это обязательно, оживить опору, чтобы все попало потом. Просто, если раньше времени затянуть один из болтов, то потом что-нибудь денеть обязательно не сойдется. Ну, основное, то есть, мы сняли. Дальше сейчас, в принципе, уже снимать не будем. Здесь, в принципе, осталось, что там, приемная труба, защита, колесо, пыльник, так далее, так далее. То есть, все эти вещи сейчас снизу соберем. Соберем, поставим, то есть, теплоэкран, подсоединим все остатки проводки. Первое, что мы будем делать, это мы прокачаем электронно-топленную систему. Так как мы здесь отсоединялись, то есть, с помощью диагностики, есть там цикл удаления воздуха из системы. После чего у нас форсунки мы не подсоединяем. Мы будем сперва покрутим двигателем, прокачаем турбину с давлением масла. И только лишь после этого мы ее запустим. Думаю, вот эта вот мелочь, которую сейчас будем делать, вам будет неинтересна. Ну что, парни, я надеюсь, что этот выпуск был чертовски интересным. И я надеюсь, что следующие будут еще круче. С вами был Евгений Денисов, канал ОЕМЗАП. Как всегда, ставьте колокольчик, нажимайте кнопку подписаться, пишите комментарии. И помните, я хочу, чтобы самый лучший контент вы получали первыми. Субтитры сделал DimaTorzok